Любовь не понимает слов В ролях В ролях Эта женщина тебя обманула, а ты хочешь жить с ней после всего случившегося Я нашел ее спустя 23 года Она больна и одинока, как видишь Она все-таки моя мать Тебе стоит уже это принять Надеюсь, ты не разочаруешься Я не буду платить ей той же монетой К тому же, пора выяснить, что произошло Как знаешь, дорогой, как знаешь Кстати, в большом доме ремонт, скоро мы все переедем С чего это вдруг? У нас все не поместятся, к тому же я хотел там кое-что изменить Мурат, ты с ума сошел? Как Дерия и Лейла могут жить в одном доме? Если не захочет, может не переезжать Ахаят, ты об этом сказал? Вчера мне показалось, что вы в ссоре Я с ней поговорю, не переживай Всего доброго Новости быстро разлетаются Да-да, Тувал Ханым пока отдыхает Да, всего доброго, всего доброго Дарук Бей Телефоны весь день звонят Я не могу связаться с Мурат Беем Нужно подтвердить образцы, которые мы получили с фабрики А еще контракты Чегла, успокойся, успокойся, хорошо? Я со всем разберусь, но сначала принеси кофе Ладно Дарук Мама? Мурат звонил Айе Сказал, что мы переезжаем в дом в Сарыире Велел готовиться Мне он тоже звонил Ну и что мы будем делать? Мама, ничего не изменится Мы будем жить с ними Что за внезапный переезд? Послушай, твой отец тоже уехал Всего доброго А вдруг они нас с тобой выгонят? Мама, разве брат так поступит? Ты ему слишком доверяешь Мама, послушай, я очень занят Мурат в больнице Мне пришлось взять на себя всю работу Какая же ты умница Трудишься, как пчелка У тебя очень красивый браслет Спасибо Вы очень добры Вы говорили о новом доме Я невольно услышала Возможно, вам стоит кое-что знать Он заказал кровать Медицинскую, если точно Не знаю, для чего, конечно, но Какую кровать? Он что, и эту женщину с собой возьмет? В какой больнице лежит мать Мурата? В их чекей Ты меня напугал Бояться нечего После твоей свадьбы прошел всего месяц Когда поедем в Гересун Сходим в мечеть, помолимся Помолимся? За кого? За твоего муженька, когда вы попрощаетесь Подпиши бумагу, чтобы он усвоил этот урок Это же заявление на развод Я не подпишу Почему? Точнее Подпишу позже Что значит позже? По-твоему, брак этой игрушки, Хаят? Или ты надумала вернуться к мужу И сейчас просто врешь нам? Нет, дедушка, я не вру Тогда почему не подписываешь? Ну, я думала, что мы сможем поговорить И все уладить И... Хаят, ты испытываешь мое терпение Либо ты подписываешь заявление Либо собираешь вещи и едешь к мужу Открой Хаят, нам нужно поговорить Мурат Сарсилмас, добро пожаловать Ты как раз вовремя Мы тут бумаги подписываем Ну же, внученька, подписывай Подписывай, чтобы покончить со всем этим Подожди, подожди Что это? Документ, свидетельствующий о конце вашей истории Заявление на развод Я не дам развод А ну не трогай Хашмедбей, отпустите Этого не будет А кто помешает? Я Мурат Сарсилмас, ты больше не можешь нам указывать Не трогайте меня А не то что, скажи-ка мне Я не хочу быть грубым Так не будь, мне плевать, чего ты хочешь Хашмедбей Хватит Я пришёл поговорить с тобой А я не хочу разговаривать Я устала, давай покончим с этим Всё, это конец Конец Значит, ты подписала заявление? Да Да ну Тогда я его порву Потому что нет такого судьи, что его примет Мурат Сарсилмас никогда этого не допустит Ты так заносчив, Мурат Даже не осознаёшь, что из-за тебя мы пришли к этому Ты и представить не можешь, что совершил ошибку Ошибкой было подписать заявление Ты не оставил мне выбора Твоё решение – это развод? Да Что ещё нам остаётся? Мы зашли в тупик, ты не видишь? Ладно, как хочешь Мы разведёмся Дурак Думает, что проблема решена Раз он порвал документ Вы разведётесь и точка Как будто мы новое не напишем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Доченька Хаят Открой глаза Хаят Ослы, сделай что-нибудь! Хаят, открой глаза Тувал, ты должна вернуться в компанию Там всё очень плохо Милый Пожалуйста, скажи молодому человеку Что мне сейчас плевать на Сарте Тувал, я поражаюсь В компании настоящий бардак И тебе всё равно? А что такое? Большой босс должен всё решать Точнее, мистер Очень большой босс Сарсилмас У брата нет времени даже на себя Что уж говорить о компании Правда Он что, так занят тем, что портит зимние сказки? Нет, Тувал, его мать попала в больницу Его мать? Она что, снова объявилась? Она всё умирает и воскресает Теряется и возвращается Тувал, последний раз спрашиваю Ты вернёшься или нет? Зимние сказки Ладно, сделаем Извинения Будут Идёт Вперёд, пока я не упала Идём Так, стой Мистер Очень большой босс не разозлится Из-за зимних сказок Тувал, ты, похоже, забыла Я тоже партнёр компании Ну, ладно Поняла Сарте, жди меня Твоя королева возвращается Пошли Дорогой, я позвоню Холодно Внученька Что с тобой? Так холодно Говорит, что ей холодно Тётя Имена Что такое? Она пришла в себя? Пришла Говорит, что ей холодно У неё очень высокая температура И она сильно потеет Давайте её переоденем в чистое Тётя Имена, может отвезём её в больницу? Давай сначала её переоденем Поедем в больницу, если не станет лучше Ладно Ты как, милая? Плохо Мне очень плохо Если увижу этого Мурата Сарсилмаза Я его на куски порву, клянусь Отец Если ты не собираешься заставить Хаят подписывать что-то ещё Дай ей переодеться, пожалуйста Не хочу Не буду переодеваться Мне холодно, я не хочу Аллах, вот куда он торопится? Куда? Заставил её подписать заявление И теперь он на Мурата злится Ты говоришь, что знаешь, каково это любить Но тогда зачем ты вмешиваешься в историю этих влюблённых? Аллах, Хаят сейчас так плохо А её мать спрашивает, куда он так торопится? Он заставил её подписать заявление Я тороплюсь, Эмине Очень тороплюсь Мне ведь недолго уже осталось Я хочу разобраться с этим, пока я ещё жив Хочу разобраться, пока я ещё могу Здравствуйте Добро пожаловать Спасибо Вы рановато Захотелось прийти Садитесь, я приготовлю столик Просто принесите чего-нибудь выпить? Конечно, сейчас Так жалко Мне даже кольца не надели Конечно, это звучит эгоистично Ведь нашим друзьям сейчас тяжело Ипек Что? Позволь попросить твоей руки Ты серьёзно? Да, а почему нет? Я прошу твоей руки, пока мы пьём кофе А давай Хорошо Сейчас Любимая моя Прошу тебя, будь моей женой, Ипек Ты согласна? Керим Мы встретились, узнали друг друга и полюбили Это прекрасно Что тут скажешь? Всё ведь и так очевидно Сейчас Я согласна Правда? Правда Мы поженимся Чего-то Не хватает Чего? Постой Я надену Давай Вот А кто разрежет? Кто-нибудь Ножницы есть? В сумке лежат Ты куда? Пойдём Здравствуйте Простите нас за беспокойство Вы не могли бы разрезать ленту? Разве так правильно? Неважно Какие у нас варианты? Главное, что любимый со мной Меня всё устраивает Режьте Надеюсь, вы будете вместе до конца жизни Я желаю вам счастья Иншалла АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Могу поцеловать руку? Спасибо вам большое Ипек, в чём дело? Ты погрустнела? Нет, вовсе нет Просто мне жаль, что наших друзей и близких сейчас нет рядом Но я так счастлива, правда Что вам нужно? Женщина, я вас не знаю Покиньте, пожалуйста, палату Не переживай Отличный ход Клише, конечно Но вполне рабочая К сожалению, ты очень плохая актриса Послушайте, женщина, какие ходы? О чём вы говорите? Я ничего не понимаю В глаза мне смотри и слушай Я отлично знаю таких, как ты Потому что мы похожи Ты только таких глупцов, как Азима и Мурат, можешь провести своими фокусами Вы бы хоть представились Значит, будешь притворяться Слушай меня внимательно Попала в аварию? Что? Рёбра переломаны Тебе, наверное, сейчас очень больно, да, бедняжка? Ты уж потерпи немного Потому что это ещё не самое плохое Если ты придёшь в мой дом, когда тебя отсюда выпишут Я заставлю тебя страдать в три раза сильнее Вот мой совет Сгинь снова, как только поправишься Возвращайся на помойку, на которой я раньше и жила Ты поняла? Надеюсь, ты запомнишь мои слова Мне кажется, я довольно понятно объяснила Всего доброго Ей не становится лучше Что делать? Именно У нас в деревне Людям жаром надевают носки, пропитанные уксусом Может, попробуем? Тётя Фадик, болезнь Хаят психологического характера, уверяю вас Ослы, ты у нас вроде медсестра, но ты не можешь её вылечить Папа Разве Ослы виноваты в том, что Хаят плохо? Это я, что ли? Разве нет? Зачем ты заставил её подписать заявление? Мурат её обижает Она хочет развестись Что мне оставалось? Послушай, папа Я до сегодняшнего дня ни разу тебе не перечила, видя Талах Я думала, он твой отец, он прав Но она моя дочь Я не позволю с ней так обращаться Отец Ты пятьдесят лет Скучаешь по любимой женщине Почему ты обрекаешь их на такие же страдания? Неужели тебе не жалко их? Почему не позволишь им жить счастливо, как сам не смог? Эминэ Ты же знаешь, у меня только благие намерения Но ты пытаешься разрушить их семью Мама, не ссорьтесь У меня не осталось сил, не могу унять дрожь Не переживай, милая, всё будет хорошо, слышишь? Всё хорошо Аллах опять сделал что-то плохое О, она стыдна мне Иминэ Послушай, она ведь больна любовью Может, позвонить мужу? Ей плохо Но ей не лекарство нужно, а Мурат СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты так заносчив, Мурат Даже не осознаёшь, что из-за тебя мы пришли к этому Ты представить не можешь, что совершил ошибку Иди спать в другую комнату Вон! Мы любим друг друга Да, согласен Но иногда любви недостаточно Уйдёшь сейчас, и ты больше не вернёшься Я её расстроил Я её потерял Мы собирались в парк развлечений Собирались завести детей Близнецов Я хотел купить ей шарики Я всё испортил Я так сильно её ранил Бла-бла-бла Людям выпить спокойно не даёт Достал уже Сидит и болтает сам с собой Что это за девушка? Мужик! Иди и поговори с ней Держи салфетку Вытри слёзы Слушай, мужик У нас тоже проблемы И настроение так себе Это некрасиво Завязывай Сейчас будет одной проблемой больше Что он сказал? Без понятия Узнаем Ну ладно Открой рот Как маленькая Горячо, мам Открывай рот Давай-давай Ипек? Ипек Да, подруга У тебя кольцо на пальце? Мы с Керемом помолвлены Он попросил мои руки в кафетерии при больнице Я согласилась Мы помолвились Дорогая Как-то Не по-человечески вы всё делаете Странно Ипек Мы испортили тебе вечер Прости нас Вовсе нет Не говори глупости Он не должен был так просить твоей руки Не стоило надевать кольцо в кафетерии Не важно Главное, что нас Всё устраивает Тётя Имина Не беспокойтесь Будет, что детям рассказать Я им расскажу Как мы с их папой Помолвились в кафетерии Мне так жаль, Ипек Что? Не говори глупости И мы загладим вину Хаят Это голос Мурата? Хаят Да Что он тут делает? Что происходит? Ух ты! Он пьян? Где он взял такого огромного медведя? Мне приснился чудесный сон Во сне ты тоже была упряма Ты всегда упрямая Как козочка Хаят Смотри, что я купил Я потом такого же куплю Нашей дочери Ты уже здесь Ещё один медведь нам не нужен Помолчи, выслушаем его Выходи ко мне, Хаят Да Хаят Он же пьян в стельку Ещё и разбудил всех Опозорил нас перед соседями Говорю тебе Если дедушка увидит Он скормит ему медведя Хаят Хаят, прости меня Ты Простишь? Смотри Вот Я купил тебе вату Она тебе нравится? Даже очень Ты её обожаешь А шарики, ты видела? Смотри Это всё для тебя Я и в парк развлечений тебя свожу Прости меня, Хаят Посмотри на меня, как раньше Хаят Хаят Я спать Скажите ему Чтобы не стоял там в такой холод Подруга Ты должна его выслушать Вовсе нет Пусть ждёт там до утра Пусть мёрзнет Слушай, он же извиняется Слишком поздно Девочки Похоже, она уже всё решила Она разведётся с ним Народ! Вставайте скорее Выпечка готова Чувствуете аромат? Доброе утро Иди скорее умывайся Давайте завтракать Хаят Ты чего такая радостная с утра пораньше? В каком это смысле? Выпечка остынет же Быстрее, на что уставились? Ты приготовила завтрак? Да Ослы, где твой телефон? Давай сфотографируем Отличный же завтрак получился Отличный Я вижу И меня это беспокоит Волноваться не о чем Всё нормально По-твоему нормально? Что у тебя всё нормально? А что я должна делать? Лежать в депрессии И плакать под одеялом Целыми днями? Тебе что, не грустно? Всё в прошлом И двух дней не прошло Девочки Жизнь коротка Я Оставила Всё в прошлом Мой новый девиз Я думаю только о будущем И буду думать только о будущем Больше никому не позволю меня расстраивать Доченька Мам, смотри Я завтрак приготовила Нужно ещё чай сделать И дедушку скорее зови Он любит выпечку Ну ладно Я тогда разбужу дедушку Я больше не могу ждать Дышать не забывай Его нет в комнате Что? Как так? Где он? Не знаю, но его там нет Аллах, Аллах Я знаю, что ты Я знаю, что-то Я знаю, что там Я знаю, что там Что происходит? Ты что, ещё здесь? Я хотел задать тот же вопрос. Что я тут делаю? Почему мы спим вместе? Ты ничего не помнишь, да? Нет. Как я здесь очутился, когда я пришёл? Я не помню. Когда я тебя увидел, ты сидел у дома на обочине рядом с огромным медведем. И ты был пьян. Она меня не простит. Она меня не простит. Что ты бормочешь? Она меня не простит. Она меня не простит. Ты сошёл с ума из-за расставания? Всё, иди домой, сынок. Иди домой, пьяница. Я никуда не пойду. Я лучше тут замёрзну насмерть, но не уйду, пока не увижу Хаят. Сынок, ты сидишь на холодном камне. Ты так простудишься. Иди домой. Я не уйду. Даже если пойдёт дождь или снег. Я хочу увидеть Хаят. Халид, посадим его в машину. Не надо. Очень даже надо. Не то завтра заболеешь. Пойдём. Вставай, пойдём. Стойте, стойте, стойте. И медведя. Ладно, бери медведя. Я посажу его в машину. А ты бери медведя. Я подарю его Хаят. Я ничего не помню. Я вкратце тебе всё рассказал. Остальное не важно. Иди домой. Чего ты ждёшь? Медведя хочешь забрать? Вон он, сзади. Почему вы остались со мной после того, как посадили в машину? Это другая история. Оставлю при себе. Вы хотите мне что-то сказать? Пить надо было меньше. Тогда бы сам всё помнил. Хаят. Дедушка. Ты всю ночь здесь был? Мы так волновались. Здесь, конечно. Где же ещё? С мужем твоим нянчился. Я на работу. До вечера. Хаят. Хаят. Мы можем поговорить? Нам не о чем говорить, Мурат. И я не передумала. И я не передумаю. Поэтому не трать своё время впустую. Постой. Выслушай. Я вымулю у тебя прощение. Как интересно. Воздушными шариками? Медведем? Прости, была ещё сладкая вата. Увы, это не так просто. Скажи, чего ты хочешь? Я всё сделаю. Ладно. Я хочу, чтобы все приняли, что мы расстались. Куда поедете? Мурат, выйди из моего такси. Почему? Разве мы не с Арте едем? Возьми другое такси. Я тебе чужой? Мы можем поехать вместе. Так мы едем? Нет. Да. Слушай, мне сейчас не до игр. Так и мне не до игр. Я на работу опаздываю. Поехали. Похоже, они помирились. Тебе плохо? Да. Очень плохо, Халид. Отвезти в больницу? Да, отвези, пожалуйста, если тебе не сложно. Я ходил к одному врачу. Думаю, стоит отвезти Хаят к психологу. Это ненормально. Я согласна. Знаешь, по моим наблюдениям, она сейчас на этапе отрицания. А я на этапе принятия. Чего? Хаят? Нет, Ипек, меняй до рука. Говорю тебе, наши отношения ни капли не продвинутся, даже когда у вас с Керемом уже третий ребёнок родится. Ослы! Вы теперь вместе! Мы чаще виделись, когда были друзьями, Ипек. Но я всё понимаю. Он получил девушку, и теперь он удовлетворён. Он устал от меня, я знаю. Принимает меня как должное. Я вижу. С чего ты взяла? По сути, он получил то, чего хотел, Ипек, понимаешь? Ты совершенно разум потеряла. Ты очень быстро перешла к скорби. Кто-то пришёл, открой. Подыши воздухом. Ладно. Я иду. Иду! Иду! Ух ты! Ух ты! Ух уж этот Мурат Сарсилмаз. Никогда не сдаётся. Уважаю. Ослы Сайкан? Да. Распишитесь, пожалуйста. Зачем? Вы же ослы Сайкан? Да. Это что, мне? Распишитесь вот здесь. Распишусь, конечно. Всего доброго. Ослы, я пошла! Распишитесь. Это что? Для Хаят. Нет. Значит, от Керема. Надо же. Нет. От Дорока. Что пишет? Моя дорогая. Он назвал меня Дорогой. Класс. Я уделяю тебе мало времени. Это из-за работы. Я искуплю вину. Обещаю. Очень скучаю. Я тоже по тебе скучаю. Милый. Я ужасно по тебе скучаю. Так он тебя не услышит, ослы. Позвони ему, например, или напиши. Используй средства коммуникации. Хотя бы дым. Ипек, я так счастлива. У меня в животе порхают бабочки и садятся на эти прекрасные розы. Ты ненормальная. Я пошла, уже опаздываю. Счастливо оставаться с розами. Всего хорошего. Сколько тут интересно. Переведено и озвучено студией Кириллица по заказу онлайн-кинотеатра Иви в 2022 году. Субтитры создавал DimaTorzok Кириллица. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кириллица. Кириллица.